Другие двигатели того периода делились на две группы. Первую составляли моторы воздушного охлаждения. Из-за характерного расположения цилиндров их еще называли звездообразными. Истребители с подобной силовой установкой имели характерную несколько притупленную носовую часть. Из-за этого повышалось лобовое сопротивление. Другую группу составляли истребители с моторами жидкостного охлаждения. В таких двигателях цилиндры располагались в ряд вдоль продольной оси. В качестве охлаждающей жидкости использовалась вода или специальные составы. Форма и габариты таких двигателей позволили сделать носовую часть самолетов более обтекаемой и с меньшим поперечным сечением. Собственно, такой тип мотора и использовался на лаге. Но мощности М105 для самолета не хватало. А более совершенный М107 застрял на испытаниях. В 1940 году в СССР был разработан новый двигатель воздушного охлаждения М82 конструкции Аркадия Швецова, позже переименованный по инициалам конструктора в АШ-82. Особенностью мотора стала так называемая двойная звезда. То есть при том же поперечном сечении мощность существенно увеличивалась.